то открылся мой комплекс пробуем зайти посмотреть что как что почем не думаю что он не очень сильно понравится так как он мертвый мертвое здание не люблю ну посмотрим дождик по чуть-чуть начинает идти вошел я в это сооружение вход 10 долларов ну так себе немного и немало как бы сооружение для ценителей развалин очень даже классная как они часто падают такое уже месиво интересно его разрушили или само развалилось прикольное конечно сооружение делали древние люди что раньше все цвело там было полностью целым целостным были кита выступления там рабы в тунисе еще кажется колизей если может в мае попаду да посмотреть бы как это было тут много веков назад много тысяч где-то 2 с копейками почти построен на 150 лет до нашей эры моща конечно моща впечатляет да моща как бы впечатляет но вот эти все разбросанные камни вот это все разрушенное строение но как-то не приносит какого-то не визуального удовлетворения никого-то не вставляет как по мне ходишь повсюду все вот это развалено как видите да жалко что она не сохранилась если бы сохранилась были праздные фестивали театр пан открывали кафе продавали шаурму солнышко по чуть-чуть где-то там над горой выходит сразу краски желтеют становятся такими приятными но вот эти развалины то что сейчас лежит почему его не поставили можно было в колонну сделать дождик все увеличивается до вечера он будет идти по прогнозу так мега-мега смотри мега-мега место у меня фото это у нас называется храм бахуса ну максимально сохранилась там чуть дальше еще внутрь зайду верно максимально красиво получается на фотках интересно не подписано ничего блин любят эти ливанцы загадки играть ух ты хе-хе какой подъемчик мокрый правда мне еще повезло что я пришел с утра погода не совсем летная наверное не сильно сезон для ливана хотя понять как когда в ливане сезон очень сложно так как тут туристов именно ну как бы внешних туристов не туристов с ливанцев а других национальности очень мало и еще намного меньше доезжают выезжают со столицы например тот же бельбек или там в триполи ну очень очень мало людей приезжают я рискнул и наверное ни капельки не жалею очень колоритная страна очень добрые люди наверное самые добрые арабы которых я видел не знаю чем больше ходишь тем больше становится как-то грустно разбросанные камни повсюду как-то ну печально это все смотрится хоть наверное многим людям нравится ходить по такому думать как-то что тут происходило много тысяч лет назад но что происходило это одно а то что есть сейчас это совсем как бы печальная картина такой своего рода апокалипсис и так продолжаем обследовать интересно что тут было раньше банкетный зал интересный потолок да конечно с фантазией у них было все хорошо в римлян построить такие штуки конечно ты конечно капец у нас сейчас небольшие церкви ну например в Украине или там где-то еще пару лет строят лет десять-двадцать а тут такую махину сделали о красотень колонка чуть устала как ее подперли какой-то у них музей в туннельчике таком понятно собрали самые ценные камни вот как по мне ничего интересного ну многим такое нравится очень много рухляди какой-то если бы это было на каком-то хотя бы склоне прикольном какая-то гора что-то такое а так набросаны камни и амфитеатр музей фотовыставки в таких древних туннелях о это уже красиво здесь фотовыставка детей Ливана вообще как бы демонстрирую что можно увидеть в этом храмовом комплексе бальбека амф идти вам в него или нет то вот в Ливане смотрите сами я особо не смотрел там ну если есть время да а так картина не совсем какая-то величественная приятная не знаю рухлядь куча камней сами видели я подъехал к самому большому строительному камню в мире который который ну как бы я и сказал то есть самый большой камень обтесанный который использовался для строительства в мире как-то сейчас попробуем передать его размер там на фоне домов его видно но нужно как-то передать с человеком может быть вообще в этом месте было три камня два чуть-чуть поменьше вытащили в этот храмовый комплекс храм Юпитера а один самый самый большой так и не смогли или не успели перетащить ну интересно как они его перетащили или тащили лишь было какое-то сооружение еще не влазит даже а они тут обтесывали и тащили их на вот на вот этот блбк сооружения которые мы были на котором мы только что были системой каких-то блоков вот обозначено скитарисы были какая-то система блоков которая какая-то лебедка его крутила а здесь они его обтесали и этот получается они взяли вот этот самый большой то есть этот они не смогли уже взять один слева получается они уже взяли а этот а этот ну да им получается где-то километр нужно было этот камень тащить даже сейчас непонятно с нашей как бы промышленностью как этот камень перетащить вот в сравнении в пропорции с девочкой какой большой возле нее строительный кирпичик много тысяч тонн 3000 кажется или 6000 тонн где-то ну как-то так вот камень был немножечко под землей его засыпало сейчас получается его раскопали больше а раскопал его один местный на бульдозере как бы расчистил эту землю стал там известным в этих краях там все здороваются с ним уважают да 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 ну а ну а возле камня находится сувенирная лавка где женщина жена того самого тракториста который расчистил этот самый большой в мире камень про него напечатали в газете стал локальной такой звездой все с ним здороваются это вот такая была экскурсия по храмовому комплексу Бельбека кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось дизлайки подписывайтесь на канал смотрите дальше путешествия про Ливан и интересное путешествие по другим странам мира а будет еще очень много интересного пока по ölмегу